Немецкая компания Continental, что известно своими шинами и автокомпонентами, временно останавливает бизнес на территории России. Это решение касается не только российского завода, но также импортных и экспортных поставок. Все они заморожены, а текущий спрос со стороны россиян будет удовлетворяться до дальнейшего уведомления и существующих запасов. Добавим, что Continental выпускает шины, приводные ремни и всевозможные патрубки. Кроме того, в татарстанском Чистополе до недавнего времени работало совместное предприятие, собиравшее тахографы. В свою очередь в Ульяновске остановится шинный комбинат Bridgestone. Официальная причина — нарушение логистических цепочек и волатильность рубля. Конвейеры японских шинников будут простаивать вплоть до дальнейшего уведомления. При этом завозить покрышки из Японии и других стран Bridgestone не планирует. А значит, пусть и не сразу, но складские запасы будут истощаться. Мишлен сообщил о приостановке экспорта в Россию и локального производства шин на заводе в подмосковном Давыдове, где задействовано 750 человек. Мишлен подчеркивает, что решение принято из-за трудностей с поставками сырья и полуфабрикатов, нарушения финансовых потоков и волатильности обменного курса. Штаты зарплаты сотрудников сохранены в полном объеме. Зато в Ленинградской области на всю катушку работает завод Nokian Tires. Что неудивительно, ведь больше половины его продукции отправлялись на экспорт за границу. А вообще, один российский завод обеспечивает целых 82% всего производства компании Nokian. Помимо конвейера в Россию, фирмы есть предприятия в Финляндии и США. И в планах на 2022 год официально заявлено дальнейшее укрепление позиций на российском рынке. Впрочем, российскому рынку шин явно грозит передел. Ведь даже отечественным компаниям придется решать производственные проблемы. Ведь в самой России выпускается металлический корт, искусственный каучук, сажа и другие составляющие. А вот натуральный каучук по понятным причинам приходится импортировать. Его производят в Бразилии, Таиланде, Китае, Лаосе, Камбодже и Мьянме. Также из-за границы приходят продукты высокой химии. То есть сложные добавки, улучшающие характеристики покрышек. Без них трудно сделать современные шины, которые бы хорошо тормозили и мало изнашивались.